Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota Vitz 2001 года выпуска Двигатель 1 литр Автомат передний привод Пробег на автомобиле 300 тысяч километров Заменю на нем передние тормозные колодки Поднимаю автомобиль Снимаю оба передних колеса Подкручиваем Оба болта И нижний и верхний Не нравится, как тормозят Колодки, поэтому сказали заменить Но опять же, заменить Какой-нибудь бюджетный вариант Не очень дорогой Заскрепил пескун уже Износ колодок неравномерный Внутренняя колодка изношена практически полностью А наружная еще бы походила Это говорит о том, что у нас Вклиненные направляющие Вот они Обе не двигаются Шевелится-шевелится Это уже хороший знак Что мы не будем особо мучиться Их вытаскивая Поддеваю пыльник Под пыльником грязь Посадочная Придется тоже Чистить Да, здесь Посадочная Под пыльник Все в коррозии Сейчас почищу его И смазка Она вся высохла Полностью Мазали чем-то Не тем Чем нужно Так же и верхние Судя по цвету Это обычный Литол Вымываю Вычищаю Ну и перед тем Как Утопить поршень Добавлю Под него смазки Поднимаю Аккуратненько Пыльничек И добавляю Маленько Смазки Разгоняю Аккуратненько Можно Утопить Литол Добавил субтитры. Добавил субтитры. Да, топится очень туго. По-хорошему этот суппорт надо перебирать и один, и второй. Хозяйке скажу, пускай думает. Вычищаем остатки смазки. Сейчас ее тряпочкой поубираю, а потом остатками очистителя помою. Очиститель тормозной системы. И так же опять тряпочкой. Все. Внутри мы все вычистили, промыли. Там чисто. Направляющие подпружинки тоже вычищаем. Почистил скобы и внутри и снаружи ставим на место. Беру новые колодки фирмы Зекерт БС-1266. Внутреннюю колодку ставим с пескуном, а наружную ставим без пескуна. Ну и сверху еще дополнительно поставлю радиатор, который шел на оригинальной колодке. Добавляю смазки немножко вовнутрь. Запыльник. Существа. Существа. Бог. Почистил направляющие, почистил посадочные. А вот теперь смазываю саму направляющую. Часть смазки, большая часть останется с этой стороны пыльника. Также смазываю вторую направляющую. И проверяем, чтобы у нас пыльник полностью сидел на направляющей. Все и там и там сидит. Подпора у нас нету. У нас полностью ходит направляющая мягенькая и верхняя и нижняя. Ставлю на место цилиндр тормозной. Играет музыка. Играет музыка. Ну и 300 тысяч пробега. А суппорт не дребезжит, не болтается. Все. Аналогичным образом меняю со второй стороны. Смотрим, чтобы у нас тормозная жидкость не перелилась через верх. Перед тем, как поднять автомобиль, я посмотрел, здесь был минимальный уровень. Поэтому я смело вдавливаю вторую сторону. Не боюсь, что у меня побежит. А проверять нужно. Потому что часто бывает просто добавляют тормозной жидкости. Чего делать не обязательно. На этом все. Замену тормозных колодок я закончил. Всего вам доброго.